Эл Паис, Испания, король Филипп VI призывает верить в Испанию в непростые времена. Мигель Гонсалес. Эл Паис, Испания. 26 декабря 2019 года. Во вторник король Филипп VI выступил с обращением, в котором подчеркнул важность непоколебимой веры в Испанию и стойкость ее общества в непростые времена. Как он заявил в своем рождественском обращении, настали времена крайней неопределенности, в которые помимо таких глобальных проблем, как изменение климата и цифровая революция, Испания переживает другие серьезные трудности, например, падение доверия к государственным учреждениям и, конечно же, ситуацию в Каталонии. Перед лицом этих проблем король попросил не впадать в крайности и призвал преодолевать разногласия при соблюдении Конституции, в которой гарантировано территориальное разнообразие и сохранение единства. После того как король поручил исполняющим обязанности председателя правительства Педро Санчесу сформировать правительство и в разгар переговоров о приведении его к присяге Филипп VI подчеркнул, что неукоснительно соблюдает роль арбитра, предусмотренную Конституцией, тем самым дав понять, что теперь слово за Конгрессом депутатов. После выборов, состоявшихся 10 ноября, осуществляется конституционная процедура, согласно которой Конгресс депутатов должен оказать доверие кандидату на пост председателя правительства или отказать ему. Таким образом, при соблюдении нашей Конституции Конгресс депутатов должен принять решение, которое сочтет наиболее целесообразным с точки зрения общих интересов всех испанцев, заявил король. Однако, избегая какого-либо намека на политическое вмешательство, Филипп VI подчеркнул серьезность текущего положения. На протяжении 10 месяцев страной руководит временное правительство, за последние 4 года всеобщие выборы проводились 4 раза, и разумеется, не стоит забывать о вечном кризисе в Каталонии. Несмотря на то, что никто этого не ожидал, в обращении король Испании открыто упомянул о сложившейся в Каталонии ситуации. Наряду с коренными и стремительными переменами, которые порождают в обществе тревогу и обеспокоенность, такими как миграция или будущее ЕС, он упомянул другие серьезные проблемы, которые существуют в Испании, безработицу, финансовые трудности многих семей, падение доверия многих граждан к государственным учреждениям и, конечно же, ситуацию в Каталонии. На самом деле, глава государства всего лишь перечислил основные проблемы, которые отметили сами жители Испании в опросе, проведенным Центром социологических исследований в ноябре, а именно, безработица, 60,3%, чиновники, 45,4%, экономические проблемы, 30,4%, и независимость Каталонии, 19%. Только после коррупции испанцы упомянули проблемы, связанные с социальной сферой и миграцией, они беспокоят всего лишь 11% жителей страны. Признав, что мы переживаем непростые времена, король отметил, именно поэтому мы должны как никогда непоколебимо верить в себя и Испанию. Развитие страны зависит от надлежащего функционирования государства, а также, как подчеркнул король, от стойкости общества. В июле 2019 года во время церемонии вручения ордена гражданских заслуг, которая совпала с пятой годовщиной со дня коронации, Филипп Ви хотел сделать так, чтобы лауреаты, 41 человек разного возраста, от девушки 19 лет до пожилой женщины 107 лет, из всех автономных сообществ, олицетворяли собой все испанское общество. Это общество пережило беспрецедентные преобразования, является и ощущает себя частью Европы и Ибер-Америки, оно не изолировано, а, напротив, открыто миру. Это общество в прошлом справилось с крайне тяжелыми ситуациями, проявляя достойное восхищение спокойствие и стойкость, также отметил король. Кроме того, король подчеркнул, что сегодня испанцы живут в социальном, демократическом и правовом государстве, в котором гарантировано мирное сосуществование, благодаря чему Испания стала современной страной, предоставляющей социальные пособия и такие общественные услуги, как образование и здравоохранение. Однако Филипп Ви также отметил, что это государство не появилось спонтанно, а стало результатом того, что миллионы испанцев в духе Конституции разделяли ценности, на которых зиждется сосуществование, стремление к согласию, которое разрушило стены нетерпимости, обид и недопонимания, готовность понимать, а также отстаивать принципы солидарности, равенства и свободы, которые как стержневые принципы общества превращают терпимость и уважение в главное проявление гражданственности. В частности, король подчеркнул, тонко намекнув на возможность диалога со сторонниками независимости и Каталонии, что готовность понимать и преодолевать наши разногласия при соблюдении Конституции, в которой гарантировано территориальное разнообразие и сохранение единства, должна придавать нам силу. Кроме того, Филипп Ви предупредил, что нельзя воспринимать ценности, которые лежат в основе самобытности современной Испании, как должное, нельзя забывать об их хрупкости, поэтому нужно делать все возможное для того, чтобы укреплять их и не допускать их разрушения. Поэтому он призывал не впадать в крайности, не быть снисходительными к себе, ведь это может привести, в частности, к разрушительной самокритике. Давайте сохранять единство и приверженность нашим общим демократическим ценностям и решать наши проблемы, избегая разногласий и столкновений, которые лишь нарушают наше сосуществование и объединяют наше будущее. С такой просьбой обратился король к жителям страны. Испания не может бездействовать, не может не поспевать за событиями. Прежде чем поздравить с Рождеством на испанском, баскском, каталонском и галисийском, Филипп Ви завершил обращение словом, которое чаще всего повторял во время обращения, вместе. У нашей страны огромный потенциал, давайте мыслить широко, давайте решительно двигаться вперед. Все вместе. Мы знаем, как это сделать, мы знаем путь. На фоне уголовных процессов в судах, которые используются в борьбе со сторонниками независимости, тон обращения был мягким. Это Испания в духе смелого проекта сосуществования Хосе Артеги и Гассета. Ясь Артега и Гассет. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.